Сейчас очень актуальная пора, когда люди снимают жилье, арендуют, думают о новых приобретениях и покупках, как положить деньги. Все, что касается жилья, чистки, я хотела бы всем вам рассказать. На самом деле у нас есть некоторые приметы, которые к нам перешли, переходят с давних времен, и они несут с собой какой-то вот как знак. Хорошо помогают какие-то травы и аромамасла, все, наверное, об этом слышали, то, что очень доступно. Есть такие благоболния в виде палочек, которые выдаются абсолютно везде. Если вы составили есть налоз, то это тоже очень хорошее средство. И не только можно квартиру очищать, но и место рабочее. Когда вы окуливаете, тоже эти запахи и благоболния, они очищают, они притягивают к положительному уровню, и отрицательно они удоняют. То есть все сущности, которые могут проживать в квартире, они от каких-то запахов, они уходят. Я слышала, что это ловоз? Да, в этих составах, в палочках, обычно бывает ловоз. То есть если у вас там есть, то он идеально подходит. Очень хорошее средство для чистки ладан. То же самое, то есть когда мы проводим какую-то чистку, мы проводим утренную слою стрелки, начиная с порога. Ладану тоже можно так же окулить. То есть вот этот вот дам, который он изгонит в лесу тоже. Хотела сказать, как определить, допустим, есть какая-то грязь в вашей классе, или именно, когда вы проводите чистку свечками. Если свечки, то есть обычно стандартно, она горит ровно, да? Если свечка начинает колыхать, и, допустим, у нее появляются какие-то такие ошметки, да, я так говорю, ошметки. Когда вот появляются такие ошметки, когда стекает мозг, появляются вот такие вот комки мозга. То есть человек видящий, который чистым понимает, что это грязь, она которая есть. И когда пламя начинает коллегиться, вот очень высоко горит, и идет такой черный дым. То есть начинает идти, то есть квартира, значит, тоже грязно нечистая. Понятно, если человек это делает очень сильно и неаккуратно, то это может просто, ну, как бы передать. В любом случае, когда вы к этому готовитесь, вы должны изначально сами обниться с головой, да, и потом уже приступать к этой процедуре. Что делаю я? Я всегда беру соль, я беру три горшки соли, у меня есть специально заговоренная соль. И если у вас ее нет, то можно взять обычный соль. Когда вы используете такие предметы, как трава, соль, еще что-то, это должно быть обычным грунтным помолом. И когда, это уже обработано, да, структура, когда не обнуляется какая-то там, должна быть структура, когда она не совсем доработанная, то есть обработанная. Природная. Да, природная. Это может быть, ну, соль, которая вот комками есть еще, ну, грубая соль, пускай с камнями она будет. То есть я набираю тренборским ведром, влажную тряпку начинается с тех, вытираешь, это все, а потом уже помыть. И потом эту грязную воду мы выливаем на улицу куда-нибудь, с левого плеча. Или, допустим, выливаем унитаз и говорим, откуда зло в этот дом пришло, чтобы обратно оно ушло. И с плевым. То есть аминь. Можно сделать так. То есть в любом случае вы должны понимать, для того, чтобы энергетика вашего квартиры приходила позитивная, квартира всегда должна быть в идеальном порядке. Самые трудные места, самые злые места в квартире, где накапывается, например, какой-то туалет, ванная кухня и кухня. То есть если вы хотите, чтобы ваша жизнь царила водополучие, и при этом можно прикладывать минимум усилий, но при этом нужно какое-то внести постоянственное водополучие, то есть постоянно поддерживать чистоки, постоянно делать их генеральную воду. Пускай это будет раз в неделю влажную воду. Конечно, в идеале это нужно делать раз в три дня, но если не получается, у нас очень часто бывает, что мы накапливаем в ряда посуде, или она настоит до утра, или, допустим, она собирается в посудомоечную машину, она просто стоит, потому что нет времени. Когда это все накапливается, как раз это и приводит к тому, что мы притягиваем негатив, то есть мало того, что он и так на нас есть, мы проживаемся этим, живем, мы выходим на улицу, общаемся, приходим, приносим на себе. Мы при этом оставляем это дома, то есть даем этому закрепиться. Если вы в доме часто ругаетесь, если вы начали болеть, тогда замечаете, то значит, нужно или пригласить священника, или, допустим, моего кого-то, чтобы эту квартиру почистить, значит, есть негатив, который с первого раза не снимается. То есть, когда мы в этой квартире живем, то мы все эмоции свои, мы оставляем там и обратно потом получаем только, допустим, в 10 раз в лучшую сторону, да, умножить на 10. Очень часто бывают, например, какие-то предметы домой, подарки, то есть непонятного происхождения, да, какие-то продукты. Я всегда советую, даже продукты, заносящие вы, всегда мыс под проточной холодной водой, для того, чтобы эту набитку снять. Если вам что-то подарили в квартире, или вам хочется принести, ну вот, да, как оберег, в любом случае, подержите в холодильнике, в морозильнике. Это даст вот эту вот негативную энергию, которую, с какой вам дарили, да, там мыслями, это все обменит эту информацию, оно обменит. Что еще можно сделать? Если вы, допустим, хотите, у нас в квартире существует, у нас вообще существует понятие такой, как гепатогенную зону. Я это рассказывать не буду, но гепатогенную зону есть. На дорогах, где часто аварит происходит, гепатогенную зону в квартире. Местами, где хорошо, где плохо. Если вы это хотите, вы можете самостоятельно это определить, ну, как бы, без помощи, допустим, экстрасенсов, да. То есть, это научно доказано, что у нас в квартире есть такие зоны. Бывает, что в этой зоне, когда человек часто находится, постоянно, да, у него болит голова. То есть, он может привести к каким-то онкологическим заболеваниям или хроническим. То есть, чтобы этого избежать, то есть, вы проводите, предварительно смотрите в этой квартире, где у вас, где у вас положительные зоны, где негативные. И эти места можно просто немножко закрыть. Что для этого делается? Для этого, хорошо, подходит там лентарь, который эту энергетику, он как бы преобразовывает. Для того, чтобы это немножко загладить, можно поставить на это место цветы. Можно поставить на это место телевизор, допустим, радио. То есть, те предметы, которые могут это впитать. То есть, очень хорошо в квартире помогают кактусы, когда есть они на подоконниках, для того, чтобы они защищали вас от энергии, которая приходит с окон, да. Очень хорошо кактусы, всю энергию, которая у вас есть в доме, они ее перерабатывают и при этом у нас обнуляется та инергейская информация, с которой вы в доме живете. То есть, не советуют в квартире держать цветы, которые в длину, то есть, не советуют вообще линии испанятки, в том числе. Вообще, хорошо любое помещение, где вы находитесь, проветривать. Почему? Когда есть сквозняк, он тоже способствует выходу вот этой энергии, застоявшуюся, и приходу новой. Очень хорошо, когда, нам непривычно, но вообще вещи, которые наносим, лучше через два года их выкидывайте или кому-то отдавать. Если, допустим, в этой квартире, куда вы приехали, да, вы видите старые предметы, то есть, понятно, вы вынести этого не можете, понятно, вы не можете выкинуть старые дела. Вы должны понимать, что это будет вам, в любом случае, вредить, ничего хорошего от этого не будет, потому что с теми мыслями, которыми человек живет в этой квартире, жил, это все остается. Если были руганьи, где-то будет у вас, если были разводы, где-то будет у вас. То есть, если был покойник, то он может приходить. Это другой случай, когда они живут в квартире, да, там специалистов вы точно не обойдетесь. А бывает такое, что в квартирах вы, наверное, часто видели, есть картины или, допустим, старые фотографии, да. Старые фотографии лучше вообще всегда убирать, почему-то, потому что они звучат негативные энергии и забирают у живых вот эту энергию жизненную, которую у нас есть. Поэтому это всегда нужно убирать. Даже те картины, которые висят, можно сделать камни, так как вы их снять не можете или убирать, можно с их свечкой. Те предметы, которые вам не нравятся, и вы видите, что предметы старины, да, или какие-то старые вещи, которые вы не можете их накрывать, возьмите свечку точно так же по кругу пройдите, то есть по кругу. Или вот, смотря как этот предмет расположен, нужно провести чистую. Если что-то можно, допустим, подержать под водой и поставить обратно, то это тоже очень хорошо. Если можно что-то затолкать в холодильник, то это тоже, ну, в морозиле, да, это тоже поможет. Если у вас старый диван, как и в области, да, возьмите соленую воду, влажную тряпочку, помойте, проведите, уберите тут пыль. Обязательно убирайте пыль всегда, которая есть под предметами, потому что все, что касается грязи, пыли, это всегда застой. Этот застой будет прихать в вашу жизнь. Из-за того, что вы всегда пользовались луком и чесноком, который тоже отгоняет, да, какую-то нечисть или негатив. Что можно еще сделать? Можно вообще очень хорошо помогать веточкой рюбины. Вот когда я делала оберег в своей квартире, я вешала веточку рюбину, но она должна расти в лесу, в том месте, где место ровное, где хорошо попадает солнце, где нет посторонних шумов, срываете веточки рюбины и мешаете на порожек. Можно чеснок, кстати, повесить. Можно иголки поставить или, допустим, булавки. И если люди, которые к вам в дом приходят, будут приходить с негативом, то есть на пороге это будет обнуляться. Понятно? А иголки как? А иголки просто вот так вот можно... Удасунуть. Да. В этих иголках скакливается негатив, тот, в котором вам приходят люди, допустим, или тот негатив, который у вас есть в квартире. А как человек, например, снимает квартиру, он прямо сразу знает, что это нехорошая квартира? Или какой-то чуть лифт, все равно будет, что даже с ним расположено? Понятно, что когда люди снимают жилье, они не хотят вкладывать деньги в то жилье, в котором они будут жить. Или хочется минимально снять дешевую жилье, минимально при этом тратя на это, средства. Что нужно делать в этом случае? Вообще всегда нужно принимать, что это такой риск для себя. То есть мы делаем этот выбор, порядок стоятост. И человек, когда приходя в то или иное место, он чувствует все равно. Если человек включает свою интуицию, да, то есть он не торопясь это делает, вот он предложит жилье, и приходит, и при этом, ну, расслабляясь, заходит, он все равно почувствует, будет он там сейчас это или нет. Или, допустим, ну да, пока сниму, потому что вот не надо так. И смотрите на... пытайтесь узнать историю этой квартиры. Всегда нужно знать в любом случае, ну, пытаться, кто ехал до этого, почему вдают, почему все ехали другие, да, жильцы. Бывает такое, что очень часто люди живут, всегда, да, снимают, одни уехают, вторые, но при этом жил сейчас не будут. То есть почему бы и нет. Но если, допустим, есть квартиры, как посуточные очень часто, да, с которыми я сталкиваюсь, и для каких-то не совсем приятных действий, да, приятных, как будто приятных, а потому-то нет. Бывает и квартиры, когда сдают там посуточные, допустим, понятно, что квартира сразу, я сразу, квартира грязная. Что можно сделать в данном случае? Понятно, что нужно, ну, там, помнять белье, там, поменять, хотя бы матрас в этой квартире, и всегда нужно держать в чистоте все ванны, ну, все предметы, которые находятся в ванной, в туалете, то есть если есть застоявшаяся какая-то грязь, налет не дай богу, потому что сюда убирать. То есть вы должны понимать, что в данном случае в вашей жизни это в ваших руках, и максимально, как вы к этому подойдете, я вообще считаю, что от этого зависит результат в ней. Благополучный метод только есть у вас. Я считаю, что когда люди знают, что они уйдут на долгий срок, там, на 3 года, на 5 лет, да, но предварительно все равно люди знают, да, можно себя договориться сделать хотя бы какой-то легкий ему, поклеить где-то отбой, свежий, дешевый обой. Почему нет? То есть если вас, допустим, попросят раньше срока в квартиру съехать, то у вас будет какая-то оплата, да, это можно всегда устроить. Поэтому несите что-то хорошее, несите что-то свое, те вещи, которые вас делают счастливыми, те предметы, которые вам дарили. Только вы должны понимать, нельзя хранить старые вещи, да, то есть какие-то свои старые вещи, какие-то вещи, которые вам поделили, которые подарили, допустим, ну, вот у вас была какая-то неуточная любовь. То есть не надо такие вещи хранить, потому что оно будет в память за себя. Все, что касается сменного блея, да, или, допустим, постельного блея, это место, где вы проводите очень большую часть своей жизни. Поэтому оно должно быть оснащено такой чистой энергетикой всегда и свежей. Это должны быть все чистые подушки, чистые взялы, чистые простыни, то есть чистая просторная квартира.